добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами запилим еще один ролик на тему которая очень часто встречается в моей практике но в начале ролика хочу поблагодарить и выразить свою признательность подписчикам которые пишут теплые позитивные комментарии честное слово они для меня очень дороги они дорогого стоят и возможно благодаря этим комментариям я решил сделать еще один ролик так ну коротко о этой батарее мы имеем аккум азия 800 ампер пусковой ток проблема в чем этот клиент он попал будет так говорить почти случайно ко мне он приехал с товарищем забирать аккумулятор товарища от меня и попросил посмотреть батарею ну да меня просят посмотреть батарею я обычно говорю ну скиньте на ватсап его гляну фотку посмотрю если вам нужна диагностика то давайте сделаем диагностику выше подошли к машине в чем проблема но и клиент говорит что вот начала батарейка активно выкипать активно кипеть замерил зарядку все в порядке спасибо зарядке 14 23 14 2 0 14 23 без нагрузки 14 ровно 14 с нагрузкой как бы ну все в норме это батарея она не должна кипеть и обратил внимание на вот эти вот характерные подкаупывание игры фуши дорогой ты батарейку то не скрывал бреда скрывал игру и чем просто так скрылась до скрылась я об этом не знал что такие батарейки можно легко и просто скрыть отверткой верну скрыл ты и что ну как что долил электролит все понятно доливал с бутылки нас бутылки на глаз да на глаз лучше бы на другое место как бы налил или долил не на глаз а на другое место ну что делать нечего и батарейки батарейка 01 19 вот такие показатели у нас вылезли сразу после он автомобиль заглушил mitsubishi pajero дизель 2 и 8 двигатель заглушил и для трехлетний батарейки конечно для кумовской показатели с батарея не раскрыта и батарея не раскрыта это мое предположение вследствие того что вот как раз и был залит электролит как только заливается электролит батарея останов практически останавливается на том месте на котором при котором этот электролит и залит вот если батарея была высажена и было 61 процент сейчас у нас естественно батарея не было плотности сейчас у нас есть плотность как бы полный заряд и батарея также и стоит на 61 проценте давайте давайте наверное я забыл спросить сколько было отстоя перед тем как он привез батарею давайте сейчас сделаем еще один замер и уже исходя из этого нашего сегодняшнего замера будем надеяться что эта батарея отстоялась будем делать какие-то выводы и стратегию нашей вырабатывать стратегию нашей дальнейшей работы с ней так обычная на 800 ампер но все в дырочку смотрите те же самые показатели 1291 только нсс упала и нас и ниже по всей видимости отстоялась но это нсс так сопротивление 439 было сейчас 4 42 61 процент по слуху батарея как бы заряжена было 629 625 но оставим те же самые показатели и будем ориентироваться уже на них но видим что 2 1298 повышенная нсс это говорит о том что все таки есть стратификации скорее всего повышенная плотность так друзья давайте я сейчас попробую расколупать эту батарейку эту крышку вернее отколупать эту крышку и будем заглядывать заглянем внутрь этой батареи и будем намечать дальнейшую стратегию нашей работы ну вот крышка с небольшим усилием открылась вот так она выглядит на солнце можно и вот таким образом эта крышка у нас выглядит вот век живи и как говорится век учись потому что неоднократно попадались мне привозили мне такие батареи и честно говоря я не знал что ее можно вскрыть да она не запаяна здесь у специальные пазы и принципе ее можно вскрыть без каких-то особых проблем хотя выходила туговато так что мы будем делать значит первым делом нам нужно сделать карту плотности сейчас я это сделаю за кадром потому как ну смотрите плотность 1332 наверно 132 и электролит залит под самые пробочки 1332 вот здесь 131 30 ну-ка 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 да третье у нас 130 а нет нет тоже 132 на тоже 132 4 а у 4 у нас 130 до 130 не моя ручка авто . так 132 132 132 132 135 также 130 131 131 и 6 шестерочка у нас вот уже появилась активная масса и четвертая тоже у нас 1 блять 131 131 так 4 вот так какая у нас 4 баночка 130 да ну давайте еще раз примерю до 130 вот лишнее свидетельство того что было залито на глаз с бутылки теперь что я буду делать я сделаю отбор до пластин электролита буду отбирать до пластин и здесь буду делать запись сколько миллилитров с каждой банки был сделан отбор исходя из объема залитого электролита и исходя из плотности мы уже будем делать корректировку давайте я сейчас сделаю отбор запишу и пока отключу запись но наверно понятно как я делаю отбор медицинский шприц который закачивает электролит выливается потом в какую-то посуду ну все понятно лучше давайте это сделаю за кадром и вернемся к нашей записи до пока не забыл начал уже делать отбор первая баночка отобрана нам желательно пробежаться еще по банкам посмотреть уровень такой уровень вот этот уровень по всей видимости большой для этой батареи поэтому поэтому и излишки начали вылетать из нее уровень примерно около 3 сантиметров и что интересно примерно одинаково более точно нам покажет вот такой медицинский шприц так но продолжил отбирать ну вот сделал отбор значит вот такой график у нас получился стоит сосед по гаражам принес грибы буш горит такое кушать игру сам попробуй попробовал отзванивайся теперь через каждые 20 минут чтобы я знал что ты живой так значит три баночки у нас по 150 миллилитров было откачано 2 по 140 и 1 120 где откачал по 150 миллилитров залил по 120 миллилитров воды ой по 140 миллилитров воды где по где 120 миллилитров я залил 100 и где по 140 я залил по 120 миллилитров чтобы нам вытащить кислоту и уже потом процессе работы по результату будем смотреть на уровень электролита и будем его выравнивать уже также отбором а пока накидываем крышечку вот так слегка и закидываем зарядный бокс батарейка в зарядном боксе выставляем настроечки также 17 вольт 17 вот так вот и четыре с половиной ампера и будем теперь смотреть как будет батарея разгоняться до но за так 4 едва добавляем вот так вот а 46 ничего страшно пойдет все поехали тапку в пол погнали друзья здоровье у батарейки от медная как видим буквально за не знаю 3 4 минуты батарея до 17 вольт это летела как пуля до 4 минуты прошло и 17 вольт батарея у нас выкатывает 3 и 9 пошло снижение тока 39 ну давайте посмотрим как она будет двигаться на 17 вольтах ток потихонечку падает в принципе неплохо давайте будем мониторить эту ситуацию и следить за плотностью как насчет плотность расти будем посмотреть но ориентировочно я так думаю он залил миллилитров наверно по 50 60 электролита опять же это мои предположения давайте будем наблюдать за процессом друзья прошло примерно 20 минут ориентировочно и что мы видим давайте дождемся показания времени так мы видим снижение небольшое снижение напряжения и ток начал расти до 20 минут у меня глаз алмаз и ток начал у нас расти будем так говорить очень быстро выставили 46 он к этим показателям и пришел давайте выровняем до 4 с половиной вот так вот и будем мониторить эту ситуацию дальше процесс пошел батарея начала брать заряд батарейка начала наша брать недостающий заряд работаем дальше прошел час сначала заряда и как видим напряжение упала до 16 4 вольт четыре с половиной ампера небольшой косяк за мной сразу не снял замер плотности после заливки как видим активно активно бурлит активное кипение плотность было 120 так вот сейчас через час работы 122 плотность батареи 122 так ну довольно таки активно 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 активное кипение поэтому давайте по рекомендациям аккома уберем ток до снижения напряжения до 16 2 вольт вот так вот так вот так вот так 16 2 вольта три с половиной ампера и работаем еще часок и будем наблюдать за динамикой поднятия плотности 2 часа 11 минут проработали с батареей работаем на тех же параметрах которые установили три с половиной ампера 16 2 вольта и заряжать будем до снижения напряжения как только напряжение начнет у нас падать на этих параметрах на 0 2 вольта упадет заряд работа прекращаем так давайте проверим температуру 26 градусов повыше 0 27 лодной так это какая у нас ломочка 2 1 химические процессы необратимы вот чем проблема так и плотность у нас уже почти 124 так видно на 124 дело в том что при заливке постороннего электролита различия в составе от заводского все равно какие то есть и какая-то часть электролита преобразуется преобразуется в соли которые как раз и дают саморазряд от химической реакции образуются соли и которые в дальнейшем дают саморазряд поэтому я ярый противник оливки пусть и заводских каких-то где его взять заводской то электролит ну чтож продолжаем продолжаем нашу звездопляску давайте еще пара баночек замерим здесь тоже 124 так четвертая баночка у нас была отстающая так вот она она очень сильно отстает 1 15 хотя я даю сюда сама меньше водички опять ты смотри 125 сейчас этот цикл доработаю дам отстояться и мы с вами сделаем замер 1 24 сделаем еще одну карту плотности и возможно произведем еще одно замещение корректировку так но пока достаточно писать нужно готовить буду готовить себе обед как видим падение напряжение на 0 2 вольта прошло 315 минут 15-20 наверно не было света отключали на гаражах что-то делали видать давайте сделаем замер найти вот четвертая баночка нас интересует так 4 1 16 4 1 16 это плохо так здесь у нас уже 1 это плохо да практически 1 25 1 25 так 1 25 1 25 1 24 1 24 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 26 2 26 половины 1 27 так это у нас какая пятая баночка 5 баночка 1 27 1 27 и здесь 1 24 2 2 2 3 3 сейчас делаю отбор с 2 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 14 10 14 15 15 15 15 20 20 15 крышечку и даем батарейке пару часиков отстояться прошло два с лишним часа отстоя давайте сделаем замер тестером и попробуем определить каком направлении мы двигаемся так мы сейчас у нас 64 и 640 показатели улучшились так сопротивление 431 было 439 так теперь давайте замерим что у нас произошел с плотностью за время отстоя так плотность 1,25 1,24 1,25 четвертая баночка 1,20 5,1,23 извините не навел камеру так 1,23 так какие у нас опережают опережают ну это 1,25 1,23 третья баночка третья баночка опережает так 1,26 четвертая отстает 1,20 так сейчас опять сделаю отбор из четвертой баночки и из третьей из третьей залью в четвертую а из четвертой соответственно в третью ну вот такой геморрой с вот этим перемешиванием домешиванием вымешиванием это все потому что электролит был долит на шару включаем наш зарядник 3,5 ампера у нас последнее значение потоку и с этим значением будем работать дальше посмотрим до какого напряжения долетит нос у меня остался час рабочего времени сегодня сделаем еще один дозаряд и на сегодня достаточно ставим батарею в покое вот в предыдущем ролике я уже говорил о барсе о проблемном барсе который поначалу не брал выше 14,9 вольт и никак никак я не мог понять в чем проблема дело в том что когда приехал когда сдавал мне ее клиент вот такие показатели у батареи там 27, 43, 335 пусковой ток и плотность 1,14 и сопротивление 8,26 заливал электролит нет не заливал но смотрите что у нас по банкам или человек запарился или как так 1,24 1,22 1,24 1,26 1,26 1,27 1,24 1,23 ну я слабо верю что в эту батарею не доливался электролит потому что запах стоит первый раз такая вонючая батарея вообще непонятно что здесь может не электролит может вообще какой-то может он нас цел туда так сейчас давайте посмотрим по уровню посмотрим по уровню глянем ну-ка так первая баночка упирается надо ее подтащить сюда но она воняет реально воняет у меня так батареи что-то я не припомню что батареи так воняли так ну-ка давайте вспышку так примерно столько же чуть-чуть больше чуть-чуть меньше нет все-таки я буду вынужден сделать корректировку в этой батарее потому что удачи нам не бачить не видать сейчас сделаю карту плотности и тоже надо заняться уже третий день с этой батареи разогнал до 15 6 вольт но практически на где-то 7-8 процентов 4,5 около пятерочки давит в эту дует в эту батарею и вот такой разрыв по плотности но сейчас две баночки которые опережают плотность скорректирую и продолжу дальше вот такие задачки с тремя неизвестными попадаются как она воняет мама дорогая ну на 3,6 амперах у нас вывозит всего лишь 16 вольт давайте поддадим немножко дровишек 15 минут прошло подкинем дровишек в топку и протянем эту батарею хотя бы до 16,2 вот так вот 3,8 ну пусть попарится эта батарейка у нас видите 15,3 я ее только что поставил чуть-чуть добавлю до 4 ампер и часок с ней надо поработать вот так вот 15,4 вылазила до 15,6 с утра хотя барс очень легко доходят до 16,2 вольт ну вот 15,5 вольт вольт на эту батарею больше не будем отвлекаться работаем с азией напряжение начало падать еще час проработал с этой батарейкой напряжение начало падать подпор сделал до 14,6 до 4,6 и на этом мы сегодняшнюю работу с батареей прекратим ЭДС у нас выровнялся перемешать за один раз ту массу кислоты которая сейчас внизу у нас не получится поэтому на сегодня работу прекратим так куда я дел горелометр вечно он у меня от меня убегает так а вот он у меня оказывается на месте так давайте еще раз заглянем полюбуемся плотностью так уверенных 126 первая баночка вторая 120 гулять 3 1 2 3 нет 124 так первую баночку надо будет завтра корректировать до утра подождем а вот это это третья баночка все привет у нас все привет 11 26 почти 127 в ней так это 4 122 122 124 так 124 вот такая ебала оказывается блять 124 так эти оставляем в покое опять делаем импортозамещение третьей и четвертой баночки и пиздец едем до дома ну что прошли очередные 16 часов отстуя давайте первым делом сделаем замер тестером чтобы отследить динамику того что мы делаем с этой батареей вытяжку надо включить на ружье итак что у нас там зеленый светофор так 66 процентов на 5 процентов батарейка подпрыгнула не подпрыгнула подползла nrc 1281 в принципе nrc уже говорит о том что плотность приходит в норму ну давайте посмотрим так у нас 126 здесь 124 так первую вторую перемешиваем третья 121 25 четвертая наша проблемная баночка 123 клиенты приехали здрасте так остановились мы на четвертой баночке проблемной нашей так и плотно здесь 1 20 23 и 20 и 23 и 20 23 и 24 с половиной пятая пойдет на 124 так ну вот эти две баночки мы вот это опережает первое на один почти 126 и это 24 23 даже так 60 отсюда с пятой откачиваем замещаем электролитом который здесь почему желательно нежелательно лить посторонний электролит электролит я уже об этом по-моему говорил и часто отвечаю на вопросы на вопросы подписчиков почему нельзя лить посторонний электролит электролиты по составу те что заливаются на заводе они имеют свою форму и об этой формуле составе электролита это вам ни один завод не расскажет делается электролит с очищенной с глубоко очищенной серной кислоты которая не содержит в себе всяческих примесей ну а тот электролит который продается неизвестно чей неизвестно кем произведенный сделан 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 из кислоты которая в основном идет на горнодобывающие предприятия где там 500 кубовыми серными она стоит и там никакой очистки это серная кислота конечно ей не не проводят и неизвестно с какой водой смешана это серная кислота для получения электролита и как правило это мои личные наблюдения после заливки после добавления электролита батарея начинают у них начинает стремительно развиваться такая проблема как саморазряд буквально батарея может высадиться за там 5-6 дней простоя за счет саморазряда это конечно ни в какие рамки ни в какие ворота не входит так ну давайте я сделаю импортозамещение перетусую электролиту с 5-6 банки и займемся зарядом были клиенты поэтому момент запуска не заснял вот что выставил параметры четыре с половиной ампера и посмотрим на нос до какого напряжения сейчас у нас долетит напряжение окончания заряда давайте постараемся этот ролик сделать немножко покороче но мониторить постараемся все процессы которые проходят быстро добежала до 16 3 на 4 на 4 с половиной амперах были опять люди и уже порядка на 15-20 минут в таком режиме у нас батарейка принимает заряд так давайте заглянем что у нас булька не пошло да пошло перемешивание пошла массовка алга там саму ну что друзья два часа с лишним делал подпор до 5 ампер прошло с момента заряда и делал подпор до 5 ампер и напряжение у нас 16 и 3 в начале упала до 16 вольт поэтому заряд мы прекращаем и даем батарейки отстояться так вот если кого интересует вдруг случайных зрителей тонкости заточки цепных пил такие услуги я тоже оказываю пишите в комментариях съемок ролик так ролик ролик так где у меня давайте замерим плотность так кипения идет полным ходом так что 126 мы уверенных видим 4 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 так ну что сейчас третью баночку опять сделаем импортозамещение 126 здесь третью с 4 и даем отстояться так но импортозамещение буду делать за кадром отстой тоже сделаю за кадром потому что он будет продлиться на минимум два часа два ядов я думаю наверное не два три часа с его отстой и еще один дозаряд сделай всего вчера обстоятельства сложились так что не получилось у меня сделать еще один дозаряд и батарейка отстоялось 20 часов давайте начнем замеры плотности так здесь 127 первая банка 125 с половиной вторая 126 4 125 5 126 и 6 126 так теперь давайте снимем показатели по тестеру я думаю что с этой батареей больше я работать не буду этого достаточно по сути корректировку делаем на глаз на шару и мы будем считать что она у нас получилось пусть батарея так как она сейчас сульфатированная небольшое пространство для снятия сульфатов мы оставим 67 процентов посолку 6 процентов добавила 658 ампер было 624 сопротивление 419 было 439 и отличное нрц 1271 как бабушка прописала все друзья с этой батареи я работу прекращаю мы со своей задачей справились корректировали немножко увеличили ресурс этой батареи ее возможности но химические реакции не имеют задней скорости и то что уже было наибошено в эту батарею обратно не вернуть то есть те изменения которые произошли вследствие того что был залит электролит обратной силы они иметь не могут ну и в принципе так это батарея девятнадцатого года три с половиной года батареи 019 три с половиной года батареи даже если мы возьмем по 12 процентов ежегодного ежегодной потери параметров так это получается 30 даже три года 36 процентов мы видим 67 в принципе все нормально так оно и должно быть дальнейшая работа с этой батареи ничего не принесет никаких результатов больше лучше лучших результатов больше не будет поэтому с этой батареей работа закончена что друзья хочу пожелать всем удачи в работе в начинаниях самое главное здоровье и естественно берегите свои батарейки и ухаживайте за ними своевременно всем пока